Как вы считаете, каким должен быть будущий глава города? Какими качествами он должен обладать? Это должен быть профессионал. Вы понимаете, я все понимаю, что между выборами и конкурсной основой. Но давайте представим себе ситуацию, что на крупном предприятии директор не назначается по своим профессиональным качествам, а его выбирает коллектив. Вот если положа честно руку на сердце, кого мы выберем? Профессионал, который нас всех строит, или который с нами сидел, покурил, где-то выпил, и мы душевно поговорили. Вот та же ситуация при выборах. Мне кажется, надо все-таки от этого отойти. Ведь мэр – это управленец. Грубо говоря, мы берем человека, который управляет большим предприятием, где главная цель предприятия – не получить доход, а сделать комфортные условия проживания граждан. Поэтому для меня я за то, чтобы человек выходил по конкурсу, чтобы он предоставил свою программу, чтобы у него были налицо профессиональные навыки. Он, может быть, красиво говорить не умеет, чтобы встречаться с избирателями, но при этом он умеет профессионально решать задачи, вопросы, действовать в экстремальных ситуациях, брать на себя ответственность. Потому что большинство проблем в нашем городе – это от того, что люди не хотят взять на себя ответственность. И это должен человек, за которым пойдут, который поверит, что в случае ошибки он говорит, «Да, это было мое решение, я ошибся, я его исправляю, но мы работаем дальше». Поэтому я, конечно же, за то, чтобы была конкурсная основа. Потому что любой человек, не взирая, сколько у него денег, кто за ним стоит, и может ли он оплатить предвыборную кампанию, он может прийти и заявиться на данную должность и взять на себя ответственность. Потому что для меня это, прежде всего, громаднейшая ответственность, которую человек взвалит на свои плечи. – Лилия Владимировна, вот вы говорите про ответственность перед городом, перед его населением. Депутатская должность – это тоже ответственность. В связи с этим два вопроса. Вот вы, как женщина-депутат, чувствуете повышенную ответственность и более пристальный взгляд избирателей к своей персоне, потому что женщина, потому что это всегда какие-то предубеждения у избирателя бывают. И может ли мэром города быть женщина? – Почему нет? Мне кажется, все-таки феминистское движение уже давно, и мы, может быть, даже частично от этого устали. Но ведь я сейчас не чувствую предвзятого отношения. Мне кажется, у нас, и когда мы на встречах были, у избирателей не возникало вопроса, женщина ты или мужчина. Им важен человек, который бы выслушал их проблему, который бы достаточно серьезно к ней отнесся и уже давал им понимание, что он знает, как ее решить. Потому что людям было важно даже просто разъяснить какие-то вещи, они смотрят на тебя большими глазами и говорят, а нам никогда этого никто не говорил. Конечно, вам никто этого не говорил. У кого-то не хватает юридического образования, кто-то говорит общие пиарные слова и вещи и не говорит конкретного ответа здесь уже сейчас. Либо это завуалировано, проголосуйте за меня, а я вам потом скажу ответ, как это сделать. Нет, у нас в Горсовете есть женщины, и я бы даже сказала, заметили, если бы вы посмотрели, как проходят заседания, что вопросы, звучащие из уст женщины-депутата, всегда конкретизированы и без излишнего драматического эффекта. По существу. Потому что, возможно, если ты мама, если ты предприниматель, либо работаешь где-то, ты жена, ты депутат, все должно расписано по минуту на твое время. Поэтому хорошо о душе поговорить с подругой по телефону в вечернее время в свободное. То время, которое отведено для работы, должно быть четко по существу, без воды, я бы так сказала. Поэтому нет. Мэр – женщина. Ну, мы видим отличные примеры не только мэра-женщины, но и вице-спикеры, и люди, которые стоят у власти. И я бы сказала, у них очень хорошо получается. И большие топ-менеджеры, возглавляющие большие компании, бюджет которых не сравним с городом Ачинска, стоят сейчас во главе. Здесь же не важно, мужчина или ты женщина. Важно, какое количество времени ты готов отдать, и какую ответственность ты готов на себя возложить. Главное – быть ответственным, профессионалом своего дела и не бояться брать на себя ответственность за свои решения. Не бояться применять новое и инновационное в нашем городе, что нам не хватает, мне кажется.